Друзья, я хочу сегодня говорить и делиться словом, и правда так, так здорово, что ты ожидаешь, переживаешь присутствие Божье в своей жизни, ты чувствуешь, что Бог, Он ведет церковь, Бог, Он ведет каждого из нас. Для меня, у меня перед глазами эта картина постоянно, знаете, что Бог, Он Отец, Он Господь, Он Творец, но Он также, Он как добрый горшечник, а мы в руках Его как глина, и Он продолжает лепить и созидать наши жизни. И Он сегодня здесь, и давайте мы будем позволять Ему лепить наши жизни, созидать наши жизни, менять, преображать. Я верю, что Дух Святой, Он будет говорить в жизнь каждого из нас. Аминь. Когда я получил это слово о том, чтобы сегодня говорить, читать его, я даже не знал еще, что вот эта четвертая неделя Адвента, она посвящена тому, что мы это делаем в преддверии того, что Господь придет и вернется за своей церковью. Я могу видеть, что Бог, Он все делает в унисон. Аминь. Все делает в одном аккорде. И это книга пророка Михея. Может быть, вы еще даже не читали эту книгу. Может быть, вы знаете, что есть такая книга в Библии, книга пророка Михея. И я хочу прочитать несколько стихов с этой книги. Это шестая глава. Хочу пожелать вам прочитать ее дома. Она всего лишь состоит из семи глав, небольшие главы. Поэтому, если найдете время прочитать в ближайшее время, я уверяю вас, это будет дополнительным благословением. Вы сможете увидеть гораздо большую картину. Итак, друзья, с шестого стиха. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Ну, можно ли угодить Господу тысячами овнов или не несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего, за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл того, кто поставил его. Итак, здесь такой отрывок, и все начинается с того, что он говорит, с чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом моим? С чем мне предстать? Знаете, каждый из нас, мы с вами переживем личную встречу, когда каждый предстанет перед Богом. Кто-то предстанет пред Ним и увидит Его, когда Он вернется уже за Своим народом. И будучи живым, кто-то закончит свой жизненный путь и предстанет пред Ним. Знаете, интересно, что каждый человек, абсолютно каждый, он предстанет пред Богом. Хочет человек этого? Не хочет. Верит он в это или не верит? Ожидает или не ожидает? Но каждый человек, он предстанет перед Ним. Потому что Писание говорит, что всякий, скажите вместе со мной, каждый, всякий, каждый язык исповедует, что Иисус есть Господь. И всякое колено, Библия говорит, каждое колено, оно преклонится пред Ним. Неизбежность. Это сейчас кто-то может сражаться с Богом, говорить, что Его нет, да, как, например, Ленин, он всем говорил, что Бога нет. Нет, причем в личных письмах соратникам он писал, я личный враг Бога, да. То есть он понимал, что Бог есть, но он враждовал с Ним, как-то хотел двигаться таким образом в жизни. И неважно, понимаете, но когда человек предстанет перед Ним таким, какой Он есть, наш Бог, там не возникнет вопроса, все вопросы пропадут. Но, понимаете, иногда получается так, что некоторые люди, даже христиане, они такое чувство, они как будто бы заигрываются в жизнь, заигрываются в церковь, и такое чувство, как будто бы они вообще никогда пред Богом-то представать не собираются. Ты смотришь на некоторых людей, они живут так, и вот так нахватывают, нахватывают, так как будто бы они вечно собрались жить. И как будто бы ответственность за свои поступки они и не понесут ни перед кем, понимаете. Но Библия говорит, что всякий человек, он предстанет перед Богом. Аминь. Ну, как в том анекдоте, да, помните, в той истории. Один человек приходит в частный банк, говорит, дайте мне, говорит, сто тысяч долларов. Ему, говорит, нате. Он говорит, подождите, а где же бумаги, ну все там подписать, все это. Говорит, да вы берите, берите. Не, ну что значит берите, а если я не отдам? Не, ну что значит не отдадите? Не отдадите, пред Богом предстанете, вам неудобно будет. Ха, неудобно будет. Когда это будет? Вот, значит, предстану я. Он говорит, не, ну как не отдадите, так и предстанете. То есть, понимаешь, некоторые люди живут так, как будто бы они вот, ну, представать-то пред Богом и не собираются. Но, понимаете, Библия говорит и повествует нам, что мы однозначно предстанем перед ним. И интересно, что здесь Господь, Он повествует и показывает нам. Я слышал, как однажды один человек сказал, ну, что если вы хотите, чтобы ваша церковь росла, не используйте там таких слов, как обязан, требует, должен, не используйте. Но я считаю, что мы не имеем права обходить Писание вообще, да? То есть, если Писание говорит, мы должны называть все так, как есть, своими именами, да или нет? Кто-то говорит, ну, мы должны проповедовать в церкви так, чтобы вот люди могли вдохновляться. Ну, я верю, что любое слово, оно вдохновляет человека. Даже слово в Писании, которое обличает для здравого человека, это тоже вдохновение. Почему? Потому что, ну, светильничек поправляет на голове так. Чик, да? А то же люди как заиграются, светильничек уже на кось. То есть, как у тех дев, помните, у пяти, которые неблагоразумные, маслица уже не хватило. Все, уже, то есть, понимаешь? И, а мудрый человек, он приходит в церковь, светильничек, чик, поставил, все, фокус нормально. Все, идем, идем верной дорогой, все. И, понимаете, я верю, что Господь, он дает свое слово, он вдохновляет каждого из нас. И он говорит, интересно, что он говорит здесь, что требует от тебя Господь твой. И он перечисляет три вещи. Эти три вещи. Интересно, что вроде бы, с одной стороны, простые вещи, простые истины, с которыми Бог обращается к нам. Но что я увидел в своей жизни? Я увидел, что если мы не понимаем четко, глубоко, и как я практически могу это применить в свою жизнь, что это обозначает для меня лично, такое чувство, что у человека как будто что-то срабатывает в голове, и это отключается. То есть, он не знает, и это как будто бы проходит мимо него. Я помню, однажды проповедовал в одной церкви, меня пригласили служить. Большая церковь, классное служение, замечательный пастор. Меня пригласили проповедовать там, и я проводил семинары также о посте и о молитве. Я помню, я говорил на этих семинарах, пастор церкви, он тоже присутствовал. И вот на перемене между уроками мы пошли с ним попить чай, и он сидит и говорит, говорит, слушай, ты, говорит, говорил несколько раз, что апостол Павел часто постился. Ты, говорит, где это взял вообще? Ты, говорит, какую-то литературу историческую читал или еще что-то, которое говорит о нем? Я говорю, ну в Библии? Он говорит, да ладно. Я ему открываю, показываю местописание. Он говорит, представляешь, сколько читал, ни разу не видел, что часто. Понимаете, я вам не зря сделал оговорку, что замечательный пастор и замечательная церковь, это не говорит о том, что он не читает Библию или еще что-то, но есть некоторые вещи, которые как будто бы пролетают мимо нас. Понимаете? Я помню, у нас один пастор, гость приезжий, он проповедовал, служил, такое было замечательное собрание, он проповедовал, и у меня дома посреди недели у меня проходила домашняя группа, мужская домашняя группа, я помню, мы посреди недели собрались, начали разговаривать с братьями, общаться на тему воскресной проповеди, и интересно, братья как один начали говорить. Ну, классная, классная, конечно, проповедь, было классное послание, но, говорит, это, видимо, для людей, которые на полном служении, или для тех, у кого есть возможность убежать в деревню или в монастырь, искать Бога, а мы-то, говорит, для нас-то где, говорит, это, то есть ты утром поднялся, ни свет, ни заря не понял, кто ты, где ты, бегом на работу, семью кормить, детей в школу, кого-то куда-то, вечером не понять, когда вернулся, а это, говорит, ну, и знаете, и все вот так вот говорят, и я смотрю, слушаю и понимаю, что как будто бы то Слово, которое проповедовано было в церкви, как будто бы оно не приносит никакого плода для жизни человека. А что происходит? Что же Бог говорит в Писании? Говорит, что много хлеба бывает на небе бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. То есть Слово приходит, а человек не знает, как его применить. Человек не знает, как, что с ним сделать лично в своей жизни. И тогда что? То Слово, оно как будто бы не приносит никакой пользы. И мы разговаривали, мы обсуждали, молились, делились личными откровениями. И домашняя группа закончилась тем, что, в конце концов, мы с радостью поняли, что каждый из нас, мы можем искать Бога посреди наших обстоятельств. Даже тогда, когда мы встаем утром, даже тогда, когда мы едем в машине, даже тогда, когда мы едем на автобусе, даже тогда, когда мы осуществляем какую-то работу, может быть, физическую работу, мы можем приближаться к Нему, мы можем размышлять о Нем. Вот почему для нас очень важны домашние группы, чтобы мы могли размышлять, чтобы мы могли погружаться в Его Слово, чтобы Бог мог говорить в нашу жизнь и в наши сердца, чтобы мы знали, как это Слово можно применить. Аминь. Поэтому для нас, друзья, очень важно, чтобы мы брали это Слово, чтобы мы размышляли и чтобы мы позволяли Богу говорить в нашу жизнь. Здесь Господь, Он говорит, Он не просто говорит, а Он говорит, требует, что требует от тебя. Понимаете? И очень важно, чтобы мы посмотрели, что требует. Потому что Господь, когда мы смотрим в Писание, ну вот, допустим, мы смотрим в Евангелие от Матфея, 6 глава, да? Нагорная проповедь. 6 глава. И там Господь говорит о даянии, Он говорит о молитве, Он говорит о прощении, Он говорит о посте, да? Кстати, у нас пост 8 числа января, помните? Недельное объединение. Мы будем собираться здесь вечерами, молиться. Поэтому готовьтесь, готовьтесь духовно, душевно, Желудочек готовьте тоже. Вот, собираться будем. И смотрите, так интересно, что там употребляются такие слова. Господь говорит, когда будешь осуществлять молитву, когда будешь поститься, когда будешь давать, да? То есть так интересно, что как будто бы Господь вообще не сомневается, Он так в нас верит, что мы однозначно будем это делать. Там даже вопросов не возникает. Интересно, что в этой главе, если вы будете дома читать ее внимательно, то вы увидите, всего лишь дважды употребляется слово «если». И то по такому поводу. Он говорит, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш небесный простит. А если, говорит, не будете прощать, то сори. И причем Он не говорит, не объясняет, за что надо прощать, за что не надо. Чувствуете? То есть немножечко. Но здесь Он говорит, чего требует от тебя Господь? Требует. И первое, что интересно, Он говорит, что говорит поступать, действовать. Как? Кто помнит? Действовать справедливо. Да, действовать справедливо. То есть моя проповедь буквально сегодня называется «Что? Добро». То есть Он говорит, что добро и чего требует от тебя Господь. Господь. Интересно, что когда мы говорим о справедливости, а что есть справедливость? Хорошо, давайте немножечко подумаем. А что есть справедливость? Ну, представьте, если Господь говорит, что Он требует от нас поступать справедливо. А что есть справедливость? Какая вообще? Как она выглядит, справедливость? С чем ее едят? Иногда люди говорят, это поступать по совести. Да? Вы как-то, ну, может быть, вы хоть что-нибудь скажете, что значит справедливо? Честно, да? Кто-то говорит по сердцу. Кто-то говорит по совести. Ну, какие еще варианты? Варианты, варианты. То есть интересно, что по совести, да? А что в отношении тех людей, которые сожженные в совести своей? А некоторые люди говорят по сердцу, да? По сердцу. Такое, знаете, хорошее, красивое христианское выражение. Слышали его? Я за него. Ну, просто иногда вот люди так апеллируют им. Я, говорит, вот чувствую это в сердце, дам, чувствую не в сердце, не дам, чувствую в сердце, прощу, чувствую в сердце, не прощу. То есть вообще Библия об этом говорит или нет? Интересно, что Господь, вообще наш Господь Иисус говорит вообще, что из сердца исходят всякие злые мысли. Представляете, из сердца любодеяния, прелюбодеяния, предательства, убийства. Ой-ой-ой. А что в отношении сердца? Понимаете, что такое, да? Как я могу поступать справедливо, если я даже не понимаю, что такое справедливость? Если вы будете читать, многие умы, многие люди, они пытались вывести, что означает справедливость. Вы можете посмотреть, там, мирового уровня философы, историки, там, и религиозные деятели, и нерелигиозные деятели пытались вывести определение, что есть справедливость. И интересно, как всегда, сколько людей, столько и мнений. Оказывается, справедливость у каждого своя. Своя. Понимаете, и так интересно, что тогда человек, получается, он может заблуждаться в своей жизни. Интересно, что когда мы с вами смотрим, судей, 17 глава, 6 стих, говорит интересная фраза, да? В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Интересно, что все люди, которые пытались каким-то образом осмыслить справедливость, единственное общее определение, к которому все склоняются, это понятие о должном. Просто понятие о должном. А что значит должно? Интересно, здесь он говорит, когда у народа израильского не было царя. Слышали, да? Там смотрят на кого-нибудь, на какого-нибудь человека, говорят, а так о чем он без царя в голове? Так у него своя правда всегда. Он всегда поступает так, как он хочет. Сегодня хорошее настроение. А, да и такая справедливость, а? Завтра другой чуть-чуть гормональный сбой. Нет, по-другому поступим. Понимаете, и получается так, что... Но что же есть? Поймите, друзья мои, что единственным критерием вообще в нашей жизни, в жизни христианина, является его слово. Единственным критерием справедливости является жизнь Господа Иисуса Христа. Единственное, каким образом я могу видеть справедливость только при одном условии, когда я приближаюсь к нему. Нет другого варианта. Поймите, иначе наша справедливость, она будет зависеть от каких-то обстоятельств, от каких-то ситуаций, от моего настроения. Посмотрите, второзаконие, 6 глава, 17-18 стих. Я хочу сказать вам, мы не можем делать справедливое, если мы не храним его заповеди, не храним его уставы и постановления. Не можем, нету другого варианта, понимаете? Потому что в противном случае у нас будет своя справедливость. Своя. Интересно, он дальше говорит, он говорит, делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землей, которую Господь, склятвою, обещал отцам твоим. Поэтому я сегодня и проповедую, как пастор, я желаю, я мечтаю этого, чтобы и каждый из вас, вы вошли в свое предназначение, чтобы каждый из вас, вы вошли в землю обитованную, то, что Бог приготовил именно для вас, чтобы не было, как в той поговорке, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Когда люди вдруг понимают, что это не то, во что они вкладывались. Почему? Потому что у них была своя справедливость, у них было свое понимание жизни. Справедливость. Справедливость. Я могу действовать справедливо, действовать, что-то делать справедливо, принимать решения справедливые, правильные только исходя из того, что я храню его заповеди, я ищу его лица, я подражаю Христу, и я подражаю тем людям, которые стремятся подражать Христу. Аминь. Интересно, что когда вы смотрите Деяния Святых Апостолов, 4 глава, 13 стих, он интересно так повествует, когда фарисеи пытались осудить Петра и Иоанна, они смотрели на них, и они, говорит, узнавали, что они люди некнижные, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Время, проведенное с Иисусом, оно всегда будет накладывать отпечаток на твою жизнь. Оно всегда будет накладывать отпечаток на твои поступки. Время, проведенное в церкви, это всегда будет то время, которое меняет тебя, когда ты берешь Его Слово и применяешь. Потому что иногда многие христиане, они без царя в голове, они не позволяют никому поправить их светильник. Он говорит, я сам, Сусом. Да? То есть и таким образом. Но вот смотрите, интересно, когда мы смотрим в Писание, мы видим так много, где Бог говорит о справедливости. Помните книгу Иова? Помните? Первая глава, первый стих. Он говорит, был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Понимаете? Мы можем видеть, в чем справедливость, в каком контексте она идет. Мы можем посмотреть на жизнь Иова, и мы можем видеть, что он на самом деле, он был тем человеком, который приближался к Богу, который искал его, который хотел молиться, постоянно приносить жертвы даже за своих детей, даже не зная, что происходило. Он был богобоязненным человеком. Если вы будете читать книгу Иова, вы увидите, что там так много о нем говорится таких вещей. Посмотрите, друзья мои, что Писание говорит. Левит говорит, 19 глава, 35 стих. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная, и гин верный. Я, Господь ваш, который вывел вас из земли египетской. Аминь. То есть заметьте, в жизни так много вещей, которые не должны зависеть от настроения, не должны зависеть от того, что говорит твое сердце, должны зависеть от того, что говорит Бог в твою жизнь. Аминь. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Он говорит, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Ты можешь видеть, ты можешь понять, что есть справедливость в глазах Бога. Что она несет, понимаете, потому что если мы не берем это в свою жизнь, тогда это просто проходит мимо нас, и это не приносит никакого оплода. Аминь. Посмотрите, друзья мои, что он говорит дальше. Следующий пункт, он говорит, любить дела милосердия. Любить дела милосердия. Что значит любить дела милосердия? Давайте поговорим об этом. Что означают дела милосердия? Милосердия, именно ключевое здесь – дела милосердия, не слова милосердия. Потому что очень часто люди прикрываются за красивыми фразами. Говорит, дела милосердия. Что такое милосердие? Милосердие бывает телесное, бывает духовное. Ты можешь послужить человеку для тела, можешь послужить человеку для духа. Я, кстати, я даже проповедовать чаще всего начинаю именно с этого момента. Допустим, где-то в самолете или где-то там даю людям новые заветы, еще что-то. Я говорю, вот, спасибо, вы так позаботились о нас. Хотел бы тоже вот вам дать новый завет, потому что все люди сегодня заботятся о своей плоти. Но нужно также позаботиться о душе. Потому что плоть-то, она вообще временная. А кто же будет заботиться о вашей душе? То есть, ну, я всегда, у меня такой, ну, хороший момент. Я будь то в магазине, еще где-то. Я говорю, вы что, надо, молодцы, заботитесь о нас, продукты продаете. Вам о душе тоже заботиться надо о своей. То есть, держите новый завет, читать надо, молиться надо. Аминь. Вы же носите новый завет. Да? Да. В сердце, да? Понятно. Все туда же опять, да? Да. Вот, вот как-то вот так вот, да. Поехали дальше. Итак, что же значит милосердие, дела милосердия? Давайте немножечко поговорим. Во-первых, возвращаемся в пункт первый. Первый, я не могу делать дела милосердия, если я не приближаюсь к Нему. Не могу. Почему? Потому что я должен являть Его природу. Я должен являть Его присутствие. И Его присутствие я могу являть только тогда, когда я провожу время с Ним. Аминь. Что касается Давида, вы можете увидеть, что он четко осознавал, какой Бог по своей природе. Что он милосерд. Да, помните это местописание, 2 Царств 24 глава, 14 стих. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. Понимаете, велико милосердие Его. Что есть милосердие? Как я могу совершать это милосердие? Интересно, что вообще, когда мы изучаем Писание, Библия, она не говорит какие-то высокопарные фразы, при этом не давая понять, что это и как это применять. Потому что, вы видите, везде написано, как действие, да, действие справедливости, действие справедливо, дела милосердия. Поэтому нам очень важно, чтобы мы не свои какие-то умозаключения, там, ну как вот это вот понимать, как вот это понимать, да, а чтобы мы могли из Писания увидеть, что Бог говорит об этом, что означает, что есть милосердие. Давайте посмотрим, Иисус говорит в Евангелии от Луки, 6 глава, давайте посмотрим с 31 стиха, да. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, ибо будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Понимаете, вот он простой смысл, простая суть, в чем мы. Поймите, друзья мои, то, о чем я сегодня говорю, это реальный инструмент выхода из многих проблем. Потому что, может быть, ты сегодня слушаешь, и ты говоришь, действовать справедливо, дела милосердия, там следующее, смиренно-мудренно ходить пред Богом. И ты, может быть, думаешь, что Бог за счет тебя хочет сделать благо другим людям. Но на самом деле, Бог во всем этом ищет тебя. Аминь. Сколько раз я видел множество свидетельств и слышал множество свидетельств, когда люди, находясь в тяжелейшей жизненной ситуации, начинали служить кому-то другому, и при этом сами выходили в победе. Понимаете, это его принцип, это его царство. Когда мы можем делать кому-то, от кого мы взамен ничего не ожидаем. Когда мы делаем для Бога, да, это, помните, как я тогда проповедовал там о займах, об отношениях, помните, проповедь была «Доброе имя». Я говорил, что если уж лучше занимать кому-то, то занимай так, ну, то, что ты можешь простить, чтобы это потом не разрушило твою жизнь. Понимаете? То есть он показывает нам, как нам быть милосердными, что нам делать, потому что тем самым это то, с чем мы с вами предстанем перед Богом. Все остальное, друзья мои, очень часто это лишь для собственного своего желудка. Он хочет, чтобы мы с вами были теми людьми, которые являют его царство. Каким образом я могу являть его милосердие? Сегодня многие неверующие люди, они являют милосердием для того, чтобы покрыть свои неправильные поступки, свои неправильные действия. Я сегодня не об этом. Я не об этом, чтобы заработать его благорасположение. Его благорасположение больше, чем достаточно. Я наоборот о том, что мы делаем милосердие из-за любви к нему. Аминь, являя его людям, являя его любовь в жизни других людей, его принципы. Аминь. Это важно для нас, друзья мои, для церкви, чтобы мы могли являть его царством. Следующий аспект, у нас есть еще немножечко время, это смиренно, мудренно ходить перед Богом. Интересно, да? Смиренно, мудренно. Два слова. Смиренно и мудренно. Хорошо, а что же означает смиренно-мудрее? Дабы не мучить вас, могу помочь. Смиренно-мудрее. Это правильно смотреть на Бога, правильно смотреть на себя через призму Божью, через призму Божьего Слова. И правильно смотреть на людей, которые окружают тебя. Аминь. То есть, друзья мои, часто мы думаем как-то так чересчур возвышенно, что это не к чему применить. Но смиренно-мудрее, он говорит, смиренно-мудренно ходить перед Богом. То есть, ты смотришь на Бога, не то, что Он такой, и ищет, чтобы тебя наказать, чего-то сделать. Нет, ты смотришь на Него, как на любящего Отца. Можно мне помочь кого-нибудь? Когда ты любишь Отца, аминь. Когда ты смотришь на себя не так, что говорят люди, не так, как тебе нарисовала его бабушка, а так, как говорит Слово Божье о тебе. Не то, что там знаешь, как в той песне, помните, да? О, я бедный грешник, правда я таков. Что-то не в мотиве, да, немного. Божье, дай мне силы, дайте до могилы. Нет, нет, когда ты смотришь. Помните, да, помните, один из друзей Иова пришел к нему, и такие красивые слова, говорит. Господь, какой Он великий. А, говорит, что есть человек? Да что человек? Человек, говорит, это червь. Моль пред глазами его. И многие хотят такую ложное смирение перед Богом. Господи, я никто, и звать меня никак, я ничто. Вы представляете такое собрание, собрание, воскресное собрание, вдохновленное пробой. И пастор выходит и говорит, привет, черви. А? Нет же. Нет, это неправильно. Почему? Потому что Библия говорит еще в бытие, что человек это венец его творения. Аминь. Смиренно, мудрее. Посмотрите, друзья мои, что он говорит. Колоссянам, 3 глава, 12, 14 стих, 12, 13. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие. Мы читали с вами уже о милосердии, да? Благость, смиренно, мудрее, кротость, долготерпение. К чему оно ведет все это? Снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Вот к чему ведет смиренно, мудрее. Смиренно, мудрее – это не просто какое-то, ого, высокопарное слово. Нет. Это то, что ведет тебя к почтению друг друга. Смиренно, мудрее ведет тебя к почтению Бога, к почтению себя, как творения Божьего, и к почтению людей, которые окружают тебя. Аминь. Первая Петра, пятая, глава, пятый стих, говорит, «Так же и младшие, повинуйтесь пастырям». Повинуйтесь, не просто, а повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу. Представляете, не просто пастырям, а все же, в том числе и пастыря, все, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно, мудрее. Смиренно, мудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Вот что означает это. Повинуйтесь. Когда ты позволяешь кому-то поправить твой светильник, когда ты позволяешь кому-то настроить твой фокус, если ты почитаешь человека, который находится рядом с тобой, значит, что? Значит, ты понимаешь, что Бог может сказать в твою жизнь через Него. Аминь. А сегодня же многие христиане, они же как без царя в голове. Они, я сам. Аминь. Я за. Я за, друзья. Я понимаю, что помазание, которое от Него, оно научает каждого из нас. Но Библия говорит, смиренно мудрее заключается в почтении. В почтении к Богу, в почтении к себе, в почтении к ближнему. Аминь. Это и есть церковь. Интересно, мы с женой, когда находились на обучении в Израиле, нас повели там музей, музей «Долина общин». Общины. Там представлены общины, названия общин на таких камнях, которые были в разных странах, еврейские общины, которые во времена рассеяния были в разных странах. И нас водили, 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 там рассказывали, там они все такие, ну, именитые доктора наук, профессора, то есть такие, куча степеней у всех. И одна женщина, она сводила, водила, рассказывала те, те, те вещи. Потом уже на выходе останавливает и спрашивает, скажите, говорит, что помогло народу израильскому, народу еврейскому сохранить свой язык, сохранить свою письменность, сохранить свою культуру, сохранить свою идентичность. И, конечно, люди там начали высказывать, кто, какие там верующие, конечно же, сразу это план Божий, Бог сказал, да, я имею в виду 100%. Но, как бы, научный мир, он же так не это, то есть ему надо какие-то доказательства, обоснования. Кто-то начал говорить, ну, это малая народность, малые народы, они всегда так, всегда друг за другом, всегда это. Она сразу же начала приводить всякие другие народности, которые когда-то существовали, и которых нет вообще, от них ничего не осталось в истории. Я, как бы, я сразу понял, ну, раз нас привели в долину общин, вопрос очевиден, понятен, да, зачем задают, то есть, ну, как бы. И вдруг, я с женой сразу делюсь, я говорю, представляешь, говорю, это же то же самое, как с нами. То есть люди, они были в общинах, они собирались где-то в другом народе, в другой стране, они собирались в общины, они приводили с собой детей, они научали детей уставом, они разговаривали на своем языке, они писали там только так, они выдавали свою культуру, свою историю, но те евреи, которые не посещали общины, живя в каком-то народе, спустя некоторое время, они теряли свою сущность и принадлежность, они просто полностью ассимилировались с тем обществом, в котором они жили, они теряли свой язык, свою письменность, свою культуру, и спустя некоторое время их было даже не узнать. Я думаю, Боже мой, это же то же самое, как с нами, как с верующими людьми. Так много людей, даже как будто бы чересчур набожных, которые спустя некоторое время переставали посещать церковь. И ты смотришь, спустя некоторое время он становился обычным, мирским человеком, полностью ассимилируясь с тем обществом, теряя ценности, теряя даже спасение. Аминь. Просто все. Начиная мыслить так же, поступать так же, делать так же. Понимаете? Смиренно-мудрие это когда ты в почтение относишься и ты позволяешь, понимаете, позволяешь кому-то говорить в твою жизнь, кому-то наставлять тебя. Для меня это ценно, я хочу, чтобы всегда были те люди, которые способны говорить в мою жизнь. Для меня это ценно. Почему? Потому что человек может идти и может просто заигрываться в каких-то вещах, путаться в каких-то вещах. Посмотрите, друзья мои, еще одно местописание, и мы будем заканчивать. Филиппийцам, вторая глава, третий стих. Он говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Посмиренно-мудрию, посмиренно-мудрию, когда ты в смирении, ты почитаешь, почитаешь наставников, почитаешь тех людей, которые рядом с тобой, к которым ты относишься с уважением. Поэтому, понимаете, Господь и говорит, с чем мы с тобой предстанем пред Ним? Что мы можем сделать? Он и говорит, говорит, друзья, действуйте справедливо, делайте дела милосердия и смиренно-мудренно ходи перед своим Богом. Аминь. Смиренно-мудренно ходи перед своим Богом. Я верю, что Бог, Он хочет вести нас в свою обитованную землю, каждого из нас. Он хочет созидать наши жизни, Он хочет менять и преображать нас. Просто давайте мы будем позволять Ему делать это в нашей жизни, вести нас, направлять. Аминь. Давайте мы склоним наши головы, как мы сидим, и мы помолимся. Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за это слово. Боже, мы молимся и просим Тебя. Пусть это слово, оно будет растворено верою в жизни каждого из нас. Пусть это слово, оно принесет плод, Господи, в Твое царство, в нашей жизни. Являя, Господи, Твою славу, чтобы мы на самом деле могли приближаться к Тебе, могли познавать Тебя, чтобы, Боже, мы не выстраивали свою жизнь на каких-то своих умозаключениях, но чтобы мы могли действовать справедливо, ища Твоего лица и смотреть, искать того, что угождает Тебе в каждом дне. Благослови, Господи, каждого из нас. Дай нам, Боже, быть людьми и быть церковью, которая делает дела милосердия, являя Твое царство, являя Твое сердце в жизни людей и в жизни этого города, и куда бы Ты нас не послал. Дай нам быть теми людьми, которые не ограничиваются только милосердием в каких-то телесных вопросах, но чтобы мы могли служить людям, молясь за них и неся, Господи, Твое спасение в жизнь каждого человека. Благослови каждого из нас. И, Господи, просто дай каждому из нас правильное понимание этого смиренно-мудрения, чтобы мы могли смиренно-мудренно ходить пред Тобою, познавая Тебя, смотря на Тебя через Твое Слово, ища любящего Отца, почитать и уважать то доброе начало, которое Ты вложил в жизнь каждого из нас, как венец Твоего творения. И также почитать тех людей, которые находятся рядом с нами, уважать их, ценить их, поднимать их, Боже, чтобы мы могли, Господи, входить в ту землю, которую Ты приготовил для каждого из нас. И да будет Твое имя прославлено в каждом дне и в каждом шаге во имя Иисуса Христа. И весь народ наскажет Аминь! 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 Слава Господу! Аминь! Аминь! Аминь!